Очередную партию новых автомобилей скорой помощи доставили в Хабаровский край. Это 7 машин марки ГАЗ. Обновление автопарка проводится по федеральной программе здравоохранения. Всего за последние 4 месяца в край поступила 31 машина. С подробностями Ирина Забродина. 7 новых автомобилей марки ГАЗ класса Б. Это значит, оснащенные современным оборудованием и необходимым набором лекарств. Такие машины позволяют проводить лечебные мероприятия еще до приезда в больницу. Предназначены для выезда на экстренные и безотлагательные случаи. Три машины останутся в Хабаровске, три уедут в Комсомольск и одна в Вяземский район. Туда поедет единственная в этой линейке северная модель. Она утепленная, проходимая, выдовывая машина с высокой посадкой. У нас есть населенные пункты, до которых надо доехать зимой именно на такой машине. Саргис Кушкиан, главный врач Вяземской районной больницы, оценивает новую технику. Автопарк скорых в Вяземском изношен. Самую старую теперь спишут. Уже в ближайшие дни новые скорые начнут выезжать на экстренные вызовы ковид-пациентам. В недавно открывшемся инфекционном отделении Вяземского на 50 коек занято уже 40. У нас колоссальная нехватка медработников на скорой помощи, плюс возрастной состав, такие нагрузки, которые на сегодняшний день складываются. Ну, люди просто на грани уже возможностей. Новая партия машин пришла в край в рамках федеральной программы по борьбе с ковид. Первые 16 автомобилей класса С, то есть реанимационные, поступили в июле. Вот эти 7 машин готовы к эксплуатации в самые кратчайшие сроки будут работать на линии. Они нужны однозначно, потому что нагрузка большая, устают все. И люди устают, и металл устает, и оборудование устает. И, конечно, если оно будет новым, то и работать будет легче. Ну что, хороший транспорт. Это что, кислород. Это сразу идет в комплекте, да? Полный рост можно стоять. Здесь, да, здесь полнорусовая машина. Прицевой насос для точного дозирования лекарственных препаратов. Аппарат для искусственной вентиляции легких, портативный дефибриллятор, кардиолог. В общем, все то необходимое, что нам нужно проходит. Как сообщил Михаил Дегтярев, новая техника продолжит поступать в регион. А в скором времени в Хабаровске заработает и мобильный центр медицины катастроф. Преимущество, отдано нашему городу, Хабаровску, и нашему краю, как удобно расположенному в ДФО, придет новое оборудование, новые специалисты, передвижной комплекс, да, Галинин? Он будет размещен в Москве, в Красноярске и в Хабаровске, и Хабаровск будет таким центром. Хочу всех, кто сегодня на службе, поблагодарить за этот труд, нелегкий. Сегодня в Хабаровске работает ежедневно до 60 бригад скорой помощи, а в крае порядка 145. Иногда количество вызовов достигает до полутора тысяч в сутки. Ирина Забродина, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния». Ирина Забродина, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния».